Итак, заканчивается книга Бемедбар, и теперь только дворим будет уже это повторение Торы, поэтому мы с вами заканчиваем сегодня практические изучения Торы. Наш учебный год заканчивается. Не зря вот в последних вот этих главах рассказывается о путешествиях. Стоянки они как бы генофон того, что произойдет с людьми, с каждым в отдельности, с народом вместе. Они все имеют расшифрование, мы просто не все знаем. Приведу какой-то пример. Переход первой остановка Медбар, следующая остановка Матана. Медбар это пустыня, Матана это подарок. Ниже намекает здесь один из переходов внутренней мере человека. Каждому человеку в той или иной мере свойственна хрустальная мечта Остапа Бендера. Полмиллиона мулатов, все в белых штанах и так далее. Кто-то хотел победить над татами, кто-то заработает миллиард, кто-то жениться на Васе вместо Коли и так далее. И знаете, кроме несбыточности, это еще мечта иногда паразитирует на духовной энергии человека. Она начинает не давать нам радоваться тому, что сегодня, и все время говорить о том, что могло бы быть. А энергии не бывает лишней. Она вот идет к нам, если мы часть тратим на какие-то несбыточные печали, то естественно не хватает на то, что надо. И Тора показывает нам вот в этой связи важнейший принцип. Если у человека достаточно внутренних сил отказаться от многолетних иллюзий, то он не просто завоюет пустыню реальности, но он еще и получит обязательно подарок. Выигрыш в энергии, который сохранит действительно для нужного, полезного и так далее. Вообще весь мир наполнен энергией. И только от нас зависит, куда ее направить. В кабале вот пишут, что мы, вот то, что мы потребители, мы называем все это желание получить сосуд. Сосуд подобен емкости. И она все время хочет быть наполнена. Однако, в отличие от материальной чашки, сосуд наших желаний, он не имеет параметров. Каждое действие в нашем мире, большое или маленькое, продиктовано желанием. Вот вы когда-нибудь проснулись, чтобы увидеть за окном, за один день вырос там двухсотлетний дуб. Нет. Если кто-то двести лет назад посадил, то и так оно и будет. Поэтому, если в нашей жизни написано, возникают какие-то проблемы, перекрывается поток света, это не случайность. У всех проблем есть глубинная причина. Где-то в прошлом была посажена всеми проблемы. Хотим мы или не хотим. Нет ошибок и нет случайностей. Нет внезапности в мире, в котором мы живем. Этот мир причины и следствия. У всякого происходящего есть причина. Просто мы ее можем не знать. Еще это возникло менее времени. В начале существовала бесконечная сила энергии. Тут сложно, надо подумать. Эта сила наполняла вечность. Не существовало ни пространства, ни времени, ни движения. Бесконечная энергия была реальность. Так пишут мудрецы в книгах по Кабалеку. Сама свет, энергия, это не Бог. Это сила, исходящая от Бога. Точно так, как солнечный свет не является солнцем. Свет это отражение свойства, так сказать, вот наш свет это отражение свойств Бога, его духовной энергии. Еще свет никуда не девается. Вот обратите внимание, мы все думаем, ну а как такой свет, такое все, как мы? Очень просто. Если зажженный светильник накрыть тканью, слой за слоем, да, то в какой-то момент комната погрузится в темноту. Но светильник же все равно светит в это время, так же ярко, как и раньше. И причина темноты, это накидки, скрывающие свет лампы. Именно мы своими действиями набрасываем на свет покрова каждый грех, каждое нарушение воли, творца воли мира. Вот так вот раз, 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 и уже темно. Отделяет нас от Бога. С нам вообще многим духовным учением, включая Кабалу, нашу реальность формирует что? Наше сознание. К чему мы стремимся, то и получаем. Это очень важно в конце книги, вот перед переходом к дворим понять. Отсутствие уверенности, мы получаем энергию неопределенности. Реагируем на критическую ситуацию переживаниями, получаем негатив. Негатив. Негативные мысли мы получаем более негатив. Мы повышаем вероятность болезненных исход ситуации. Но мы в силах и разрушим вот эти негативные планы, заменить их чудесами. Есть такой механизм, когда мы начинаем думать, что хороший момент какой-то сейчас вот закончится, цепляясь за него, или счастье не длится вечно, или все это слишком хорошо, чтобы быть долго существующим. Мы начинаем думать о том, что завтра все закончится, и в этот момент допускаем, когда сомнение входит в нашу голову, связь с светом обрывается. И поэтому сказал не зря потрясающие слова Любович Скорбе. Думай хорошо и будет хорошо. И вот это вот главный урок нашей недельной главы. Несмотря на то, что с нами происходит, надо понимать, что виноваты в этом мы сами. Несмотря на то, что с нами происходит, надо понимать, что семя мы посеяли сами. И теперь надо только исправить ситуацию. Думай хорошо и будет хорошо. Брахава от слаха и хорошего шабата.